Вчера я ушел и благополучно все было. Ну так осмотрел двор, как себя глазом окинул, все нормально. Сейчас уходить, смотрю, лежит палатка. Висит палатка. Палатки эти мои, гляжу, порванная и вся в грязи, мокрая. Я спрашиваю, Володя, а что это такое? Палатки это не простое происхождение. Это дар генерал-полковника Генкова Бориса. Я вел занятия в летном высшем авиационном училище с курсантами. И когда его расформировали, училище, там теперь юридический институт, мне многое дали. Но вчера этого не было. Кроме того, видите как, это свежие, ниточки все болтаются. Вот когда погибла группа Дятлова, то говорили, к ним кто-то ворвался. А одна, которая у них обработала уборщик, следователи все понимают, кто-то разрезал палатку. А одна уборщица была, она, видит он там, занимается, она говорит, а почему вы решили, что отсюда... Ну они в палатке были, спать ложились, в это время на них кто-то кинулся. Так она говорит, что палатка-то разрезана изнутри. А почему? А посмотрите, куда загнуты эти нитки-то. Ну если отсюда ударить бумагу, прорыв-то будет видно. Как вот курс, говорю, взорвался, а видно, что дыра такая, и снаружи ударила. Договорились о том с американцами или с кем, как пишут, чтобы потопить. Заранее высшее руководство предало, так показывают. Здесь точно так же, Володя, что случилось? Володя отвечает, ну мы тут продукту надо было увозить, он подвезли эту тележку. Так было? Да. Так, кто подвозил тележку? Илья, Илья, ты же подвозил? Подвезли, видите, сразу трое за одной тележкой, пустой. Этого делать нельзя, это ошибка его. И кто? Коля и Илья. Это тандем. Тандем ни разу еще на добро не сыграл. Они пошли, все, раз они двое пошли, жди там, почему? Там лукавый. По легиону вокруг каждого. Теперь тянут они в разные стороны. Лебедь, рак и щука. Вот как раз трое. Кто в облака тянет, кто куда. Надо перевозить. Ну и что, он сзади идет. Надо ли оттянуть? Подожди-ка. Верни назад. Вас нету, уйди. Ты, Володя, знал, сколько их будет? Ну, знал, двое вот они. Знал, что трое повезут пустую тележку. Двое, двое. Егор не возил. Он позже подошел уже. Я спрошу, кто подвез? Отвечает Егор. А сейчас он не возил. Вы что путаете-то? Ну, при мне, а не Илья схватил, и не этот, Коля. Кто тележку привез сюда? Вы же вдвоем тащили. Что, не помните уже, что ли? Мы тащили. Ну, так что молчите-то? Кто вез? Вот, понимаете, ресурсирует обратно. Это в милиции всегда будут делать. Ну, мы сюда потащили, сюда пустую. Кто подвез сюда? Я и Илья. Сюда мы в школе пустую. Мы. Егор, был тут? Нет. Нет. Он попробовал. Зачем ты берешься, отвези назад? Он потом пришел. Зачем ты сейчас путаешься-то? Уходи. Егор, отпусти, отпусти тележку. Уди оттуда. Зачем ты берешься, когда тебя не было там? С самого начала раскрутили. Нам нужно реконспирировать это событие. Оно непростое. Вам палатку надо зашить, наложить за плату, вымыть ее и забрать с собой в Канаду. А мне новую купите. Вот так условия ставят. Тогда вы будете думать, смотреть за ними. Давай. Ты дал им указание. Так. Смотрите, ваши дети здесь. Так, вон где разворачивался. Где вчера разворачивался, тут так и делай. Видишь, он уже не уйдет оттуда. А надо ему пятиться? Нет, не надо. Она идет. Тележка установлена. Дальше. Когда Егор появляется? Когда мешки тащим. Так. Кто ему сказал подходить? Я ему сказал подойти. Ты видел, эти двое вот так стояли, так? Да, я сказал, Егор выйдет. Он дома был. Я говорю, выйди, стой, держись. Так, подходит, как ты подходил. Вы сейчас найдете. Вот так. Егор идет. Иди, куда ты пошел? Из дома вышел. Подошел. Ты знал, зачем тебя вызвали? Да. Ну, встань, как стоял. Так, держит? Нет. Ну, ты мог бы посмотреть-то, что рычаг-то какой. Вон где держится. Вот этот держит. Илья держит. Он-то не держит. Но теперь на него вся надежда. А он не держит. Вот он, Чернобыль-то где. Чернобыль. Все Европе глаза запорошили. Вот они теперь стали. Кто держит? Этот может ее держать? Нет, за это не держатся. Держатся только за ручки. Дальше рычаг. Вот он, длинный рычаг. Теперь там сломать могут. Вот даже сломали, но не дали. Как? Залезьте туда и держать. Залезь туда. Повернись. Две руки. Все. Теперь никаким образом его не заедет. Его только поднимать надо. Второй подошел так же держится. Он в стороне. Он все время на задницу надеется. Дрова пилят, он туда садится. Он знаешь, какой вес. Два пуда наложит и все. Ни одно бревно не выйдет. Держи. Повторяю. Мы войдем в верно. Стой, голубятни на эту. Эти же самые ребята были. У меня не опрокинули. Я вопрос ставлю. Почему те же самые люди, та же самая тележка. Везти дальше. Ну я не каждую минуту смотрю там снимаю. И ни один никуда этот был. Почему? Потому что я сразу сказал, ну-ка держи. Держи. Они легли. Вот они на рычаге. Здесь ни одного не было. Этот сказал и пошел. То есть не начальник. Не проверяет. Егор стоит. Самый большой обман Егор нанес. Давай, становись. Теперь покажите, как вы стояли. Где ты стоял? Я сначала когда отвез сюда. Так, теперь смотрите, как дело было. Я сначала сюда тележку отвез, потом туда встал. Палатка где лежала? Нет, то есть тут стоял. Палатка здесь лежала, на веранде. Здесь, смотрите, на что она стала похожа. За раз. Они палатки лишили. Вот она. Вы видите, свеженина, только что порванная. Это ваша работа, ваши дети. Берите на себя вину. Вот она порвана. А он заботит, нету, подошли, утром козыряет, как ни в чем не бывало. Этот стоит в стороне. Этот ушел. Ошибка на ошибке. И теперь оттуда выносят мешки. Что там, крупа. И она сразу уже в стороне. Сразу его все. Нет, нет, мы уже положили два мешка уже. Так, положили, что? Пошли за следующим. Вот в этот момент они опрокинули. Потом Егор меня начал. Я не понял, что значит, вы положили и повезли тележку? Нет, мы пошли за следующим мешком. Туда, туда, между мешком. Да, да, да. А с кем пошли? С это, с Никитой. С Никитой? А здесь, когда они ушли, кто как держал? Покажите, кто как стоял. Я потом... Вот уже показывал. Стоять за. Что стоишь-то? Коля только там стоял. Я вот так стоял и решила... Здесь уже стоят мешки, уже тяжесть. Вы положили мешки сюда или сюда? Маша. Два вот так вот лежали, вот так вот. Два вот так мешка лежали. Представьте себе. Уже шел дождь, прошел дождь. Мешки замокли? Один только немножко и все. Немножко так надо. По-другому нельзя. Он на палатку упал. Нам сначала нужно опрокинуть хлеб сюда, потом мы будем обдувать его, потом есть. Это когда увозили туда. Теперь это самое. Палатка сухая. Теперь она будет мокрая, грязная, порванная. И все из-за чего? Какие-то обстоятельства были. Внезапно метеорит упал. Ничего этого не было. Это обычное, привычное женское. Они от этого не избегут. То есть он соображает здоровый, крепкий парень. Он начал объяснять сейчас, почему произошло это. Показывай. Объясняй. Объясняй. Я сообразил, что я неправильно держу и собирался влезть вот туда, чтобы держать там. Собирался. Представь, туда, теперь, чтобы туда тебе пролезть, тебе надо поднять. То есть ты теперь опрокидывающий момент взял полностью туда. У тебя в башке там мекина. Сообразил, ты пошел. Тебе надо держать вот все. Уже соображать поздно. Груз лежит. На ходу, говорит, лошадей не меняют на перегонах. Стой здесь, сразу подъем, держи. Вот и все. Туда лезть не надо. Уже все, тут загружено. Провокация за провокацией. Почему? Мозгов нету. А если есть, они не нужны тебе. А я решил туда залезть. Почему раньше не залез? Когда пустое было. Тогда можно было приподнять. Сейчас нельзя ее трогать. Это уже на перегоне. Дальше в лужу полетят наши продукты. Тут что? Крупа, манка, все туда полетит. Вся палатка мокрая. И она грохнулась. Смотри, что сделалось. И что-то они сказали. Нет. Я сейчас побыл, ушел. И никто ничего не говорит. Я случайно увидел, палатка лежит вся в грязи. Подошел порванная, мокрая. Для чего? А она просушивается. Я еще ничего не знаю. Я говорю, вы что? Она еще оставили или что? Да нет. То есть скрывают. И он скрывает. Он первым делом бы рассказал. Вот такую беду я сотворил. Глупый начальник. Теперь это все сюда падает. Вот она. Раз она здесь мокрая с двух сторон, мокрый мешок. А мокрый мешок поставили туда. Теперь он там гнить будут продукты. Вы даже не видите, какие последствия. И кого виновных искать? Почему детей не учите к серьезной жизни? Ему доверили. Я ему могу доверить еще раз? Нет. А зачем же доверять, когда он его гробит все? И он совершенно беспечный. Приходит, веселый. Сел заниматься. Нормально идет. Ни один не подошел. Я сегодня спрашиваю, что такое прощение. Тележка моя? Да. Палатка моя? Да. Мешки мои? Вы все грохнули. Вы поташение ко мне какие? Вы враги? А все, что это здесь есть, я им не пользуюсь. А все для вас. Вы враги сами себе. И теперь назад не вернули мокрое, повлокли туда. А это уже на лабазе. И туда уже заходить будет раз в неделю, может быть. И теперь оно там будет гнить. Да она не мокрая, Игнать Ильич. Не мокрая, она что она мокрая? Мне трудно поверить, если палатка с двух сторон мокрая, то и мешок мокрый. Да-да, дождь прошелся, потому что еще. Ну, может быть даже дождь прошелся. Дождь прошелся, вот она мокрая. Еще дальше делать. Вывод какой? Мне ну вывод нужно сделать, чтобы этого не повторилось. Что сделать нужно? Все, ни один не говорит. Наказать. Наказать. Это самое первое. Когда поступал Израиль, и так Бог сразу его наказывал. Прямо сразу же, здесь же. И наказывал не просто так. А не знаете, а мы на то, чтобы вернуться в Египет. У нас там огурцы были, лук репчатый. Пока Моисей там был, у них уже коалиция составилась. Вот есть фильм Моисей, показан. И он закричал, кто Господень ко мне? То есть, кто Левицкое колено? Ко мне! Подошли все, кинулись к нему. Ну, сколько там? 3800 охранников только. Это много. Так что делать? Замечи. Вот палочки уже бросите. Палочки, палочек больше не будет. Все, блин, палочки. И вот теперь они, они узнали, кто это сделал. Так, открывай дверь. А заперлись все. А дверей-то и нету, шатры. Так, хотел в Египет вернуться? Хотел. Живот его следующий. Кто? Тут пока кричат, они уже все. 3800 человек рассеялись. Они их достали всех. 3800 будет убито. Израиль покрылся кровью. Еврея убивает еврея. А как? А по-другому нельзя остановить. И показывает, Моисей молится. Он только вот так, с глазами только водит. И видит, там меч, тут залезали, тут голову отрезали. Он только смотрит и он сам как будто еще не понимает, к чему это все привело. Так, кто еще в Египет? Никого нету. Так, все. Зарыть собак этих. Израиль пошел умирать в пустыню. Это история, написанная в Святой Библии. Это мы привыкли. Так, я пойду к батюшке, грехи сдам. Ты ничего не сдашь. Он сам в грехах стоит. И Христос умер за нас. И написано страшно, впасть в руки Бога живого страшно. Они еще не впадали. Кто здесь из вас самый главный? Кто виновен, что против вас? Я. Ты? Какую роль он играл? Он ничего не делал. Еще не делал? Нет, я делал. Что делал? Я потом, когда привез, я хотел держать вот здесь. И Егор меня брал за жаренья. Он тебя не брал. Он тебя не брал. Он тебя забивал? И не разрешал. Меня он не забивал. Так, а кто тебя трогал? Егор. Он меня брал. Егор говорит, что он не брал. Он тебя знакомствует и вот так. Вот так понял. Он меня не разрешал взять тележку. Было это или не было? Нет, я его просто вот так взяла. А зачем ты взял его? Массаж делать? Он ничего не делал, не держал. Ну, не делал. Поэтому раз он ничего не делает, Коля, иди. Мы двое поправимся. Кого тут держать? Мешки не носить? Вот и весь ответ. Колин, это какая вина? Двокасник. Он за чего запрещитал-то? Он знает, что это нехорошо. Ты не виновен. Ты оправдан. Иди, сядь. Амнистия одному. Так, теперь двое остались. Кто из вас больше виновен? Я. Ты виновен. Ты почему не удержал-то ее? Как ты держал? Вот так? Я вот, она, телега прямо стояла, я вот так вот удержал. И как она упала, тележка? Я не знаю. Вот Коля там что-то, знаете, сделала. Коля это не касается просто. Вот Коля там что-то держал, да, вроде, ну или не держал. Я к нему подошел, он там что-то говорил, молча, чтобы... Все, Наталья, ты поняла, что... Я к нему подхожу, и телега опрокидывается. Я не вижу, что произошло. То есть ты отпускаешь телегу и подходишь к Коле? Я попросила Егора, чтобы он держал, вот так вот Коля подхожу. Пошел разбираться. Егор остался один. А Егор? Он Егор. Егор все. А Егор залез на Угор. Он никого не видит. Ты видел, что он пошел? Да. Если бы ты один был, как бы ты держал ее? Сказал, так, дядя Володя, да, я залезу туда, блюхом на... Но не задница давит, стоит вот так вот, это он держит, называется. То есть обман на обман идет. Так, все понятно вам? Занимайтесь. Это плоды. Вы приучили их вот к этому состоянию. Вон, тут соображать даже нечем, тережка, два колеса, ни рессор, ничего нет. И не носить, только подержать. Питание, которое им же идет. И они опрокинули в грязь. Это мы все списали. Подумаешь, Курш, Чернобыль, да. Мы широкие, у нас пространства вот какие. Не будет этого, как отец Смирнов говорит. Дмитрий, Бог отдать землю другим, которые лучше нас. К нему бабушка подходит в церковь и говорит, отец Дмитрий, у меня вопрос. Я думаю, что за вопрос у бабки? Такой вопрос зададут, что не знаешь, отвечать или нет. Давай. Как шарик автомата. Давай. И она говорит, вот я иду когда в церковь, ну на остановке стою, поднимаю руки. Это уже в стороне такси. Если это мусульманин, а его видно, он меня, говорит, довезет до храма православном, а деньги не берет. Я ему деньги даю, он не берет, мать, да как я возьму с тебя деньги, ты же мать мне. Да ты и Богу идешь молиться. Я не могу взять за тебя. Говорит, а у вас сейчас я русский, он обязательно деньги возьмет. Я не говорю, что не надо брать. Отец Дмитрий говорит, а нет бы ты узнал, да за нее заплатил бы. Да бесплатно довез, да помог бы и на этаж поднести. И поэтому, говорит, здесь будут жить другие. Эти наши православные, они хуже мусульман. Он не добавляет, что такими он их сделал, он, этот поп лукавый. Но, говорит-то правильно, здесь будут жить, это в Москве, другие люди. Мусульмане будут, Бог им отдаст этот город. Они в Хабаровск считают уже своим городом. Когда говорили, там взрывные бомбы, там они подкладывают. А был такой у них там, Анвар Садат, он ответил так. Взрывная бомба, главное у нас, это матка женщин. У нее задача, пять сыновей подарить Аллаху. И у них десять, у них восемь целых, одна десятых ребенка в среднем по всей стране восемь. А здесь одна целых восемь десятых. Если сейчас в каждой семье все бы стали рожать по десять детей, через восемнадцать лет, когда эти вырастут, можно было говорить о изменении ситуации, но этого не будет. Нету. Вот оно все и есть. Показывают мальчишки, чеченцы играют, они как играют, стреляют, падают, ползет. И показывают русские в толпе. Там они кидают друг друга через плечо, а это сидят, телевизор смотрят. Русские. Да он на день чечения с вас всех перевернет. Потому что они из них готовят джигитов, шахидов готовят. В первом классе, а кем хочешь быть? Как брат мой, он подорвал себя и сорок человек, убил неверных. Я тоже хочу быть таким. Для него смерть радость. При этом покажи только крапиву, он уже перемощился. Три ночи под себя ходить будет. Вот она разница где, и это в вас. Все, свободно. Отвезите телегу на место. Я-то, я день попал. Все, Маша, можешь идти гулять. Я тебе отдаю шарика, все. Ходи гулять. Все на этом. Посмотри. Ходи гулять. Продолжение следует...